Бояре плохие, царь хороший. У нас это сейчас популярная тема. Шаббат шалом, дорогие друзья. Да. Но у меня вода. Блин. Вокруг Владимира Александровича пидорасы. А ты шо, охуел, блядь? Не съезжай. Давай так, не съезжай. Как ты это оцениваешь? Плёнки? Да. Ну, зашквар. Смотри, а вот если везде зашквар, то как быть? Зашквар у губернатора или не зашквар? Мне очень не нравится история с Николаевским губернатором. Тоже зашквар. Шаббат шалом. Ну, с тобой уже, у меня догон. У тебя дохерища, во-первых, денег, во-вторых, власти... Ну, я бы несколько не сказал. Давай, ты тоже по меркам рядового украинца слегка охуел. Чё это? К сожалению, большинство людей в украинской партии «Слуга народа» — гладранцы. Вот эти вот квартиры, машины, нахуя, я хотел спросить, зачем? У нас же Шаббат. Шаббат. Это вот долбоебизм Бигуса, который про «Мазерати, сука», услышал слово «Мазерати» и побежал. «Мазерати, Архамия», ну, Архамия, Архамия, да там? Смешной для меня забавный персонаж, который пытается управлять фракцией. Ты можешь таким же успехом пойти мэром Николая. У тебя же медийность есть, известность тоже. Ну, ты Колю Тищенко представляешь себе главу фракции? Он ее будет нахуй постоянно минировать. Кто тебя там наливает, скажи? А пусть останет. Кто тебя наливает? Какая разница. О, видишь? У нас Шаббат. У нас Шаббат. Здравствуйте, друзья! Я, как и обещал, в 19.00 начинаю прямой эфир. Очень жду вас всех. И самое главное, жду своего собеседника. Александра Дубинского. Welcome! Здрасте! Здрасте, привет! Саш, ну, я думаю, не будем строить из себя людей незнакомых. И сразу предлагаю перейти на ты. А мы с тобой и так на ты. Давно, по-моему. Как карантин проходит? Как дела? Нормально проходит карантин. Сегодня Шаббат. Поэтому Шаббатный карантин я бы у нас был так. Шаббатный карантин. А ты в основном дома соблюдаешь все эти предписания, требования? Да, ты знаешь, у нас же происходит постоянно какая-то история с комитетами, со встречами, с внеочередными заседаниями. Я постоянно на работе. Вот, в отличие от большинства украинцев, я постоянно куда-то езжу с кем-то, встречаюсь, что-то согласовываю, какие-то правки, какие-то рабочие группы. То есть я карантиню на работе. Я бы назвал это так. Ну, а вообще, вот, слушай, у тебя же там коллеги по фракции, да и не только по фракции, да, некоторые высказывают, что этот коронавирус, это вообще большая афера. Такое себе... Ну, смотри, такая себе афера. Если учесть, что в штатах уже 500 тысяч заболевших и 18 тысяч умерших, ну, как-то не выглядит этой аферой. Это выглядит историей гриппом, по сути, атипичной пневмонии, у которой нет лечения на сейчас. Ну, вот, такая вот история. И, кстати, когда был свиной или птичий грипп в 2008-2009 год, тогда умерло больше людей. Но тогда люди к этому относились спокойнее. Я, кстати, считаю, что ключевой виной или виновным в этой вот панике являются социальные сети, в том числе Инстаграм, в том числе и история с Фейсбуком, с Телеграмом. Это вся история, связанная с тем, что люди, которые оказываются под влиянием социальных сетей, они тогда раньше не были в этой теме. А теперь они мне отказались, теперь они думают о том, что они читают, мир стал быстрее. Вот они все находятся в состоянии истерии. Кому улыбаешься? Ну, я у друзей просто в гостях. А, понятно. Они меня отпустили. Они меня... Сегодня шаббат, еще раз повторюсь, поэтому я за праздничного стола пришел к тебе в эфир, поэтому сейчас я закончу и опять за праздничный стол. У тебя время есть? Да, да, конечно. У меня даже заряда в батарее хватает на то, чтобы нормально пообщаться. Ты вообще электрик по образованию, да? Охуеть. Смотри, я инженер электрика. Это разные вещи немножко. Это разные вещи? Конечно. А чем отличается инженер электрик от электрика? Объясню тебе. Вот ты кто по образованию? Юрист. Юрист. Чем отличается помощник адвоката от судьи? Знаешь? Нет, слушай. Ну смотри, инженер электрик... Это тот юрист в любом случае. Инженер электрик не знает, как бегает ток по проводам. Он проектирует провода. Скажи, пожалуйста, ты же 18 лет торговал на Караваевых мобильными телефонами, это правда? С 17-ти, да. С 17-ти. А потом в 23 ты уже был бизнесменом. У тебя были... Смотри, я вот когда такой начал торговать с телефоном, я сразу стал бизнесменом. Это как бы нельзя разделять. Нет, ты торговал своим, ты работал на себя. Конечно, но я всегда работал на себя. Ты не занимался, кстати, бизнесом никогда? Вообще нет. Нет, я пытался, но я такой бизнесмен из меня херовенький. Хорошо, а чем ты занимался? Я продавал пояса для похудения. А я, кстати, чтобы ты понимал, я начинал с продажи газет. То есть я лет 14, да, по-моему, я начинал с продажи газет. Были газеты «Вечерняя вести». Я вот ходил по улице, это, да, это мне было 95-й год, наверное. И у нас была такая тема, вот ты покупал газеты на оптовой базе, потом брал их с собой, ходил по каким-то там публичным местам и там занимался продажей газет. Да, все работало прекрасно. А как ты вот из этого бизнеса, да, там, мобильные телефоны и все остальное, додумался стать журналистом в экономической стезе, насколько я понимаю? Я тебе скажу так. Это моя мама, я, кстати, очень признателен за это. Сыграла в этом, наверное, самую главную роль. Мама мне все время говорила, я работал на рынке, я тогда зарабатывал примерно 100 долларов в день. Это были сумасшедшие бабки, просто сумасшедшие. На то время я работал, 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 да, и мне мама все время ходила и пилила, «Саша, тебе же нужна пенсия, ну ты же когда-нибудь закончишь работать на рынке, это же не та среда, в которой тебе стоило бы жить. Пойди на нормальную работу». Я в какой-то момент решил пойти на работу. У меня три высших образования. Я закончил КПИ, инженер-электрик образования у меня есть, закончил техникум налоговой службы, бухгалтер-аудитор у меня образования, и закончил национальный пищевой университет по образованию аудитор. Я ходил на пары по экономике, убедил профессоров, что я могу в КПИ поступить в аспирантуру по экономике. И вот мне хотелось банковской системой как-то заниматься, это было мне интересно. Я думал, что там я смогу заработать деньги. Мама мне говорила, «Саша, попробуй себя журналистом. Ты же там что-то пишешь». Я писал в студенчестве романы про свою кафедру, филейтоны писал всегда. Ну, это было мне близко. Она говорит, «Попробуй». Думаю, ну попробуем, почему нет. Я закончил институт, написал везде резюме. Мама меня пилит, что нужно идти работать в нормальную среду. Ну, просто чтобы вы понимали, что такое работа на рынке. Это вот вокруг тебя люди с низкой социальной ответственностью. И ты сам по себе становишься человеком с низкой социальной ответственностью. То есть это выпивание на работе, сигареты, круг общения. Я в какой-то момент думаю, блядь, хочу ли я всю жизнь общаться с такими людьми и что-то с ними делить или 40 лет продавать мобильные телефоны, заниматься вот этим барожняком по сути. Думаю, наверное, нет. Ну вот, ну и, собственно, я попробовал. Написал резюме. Меня позвали на собеседование в банк. Это был укурсик банк в департамент по работе с корпоративными клиентами. В одну часть. А во второй части меня позвали в экономические известия работать журналистом, репортером. Куда же идти? А меня позвали на работу туда-туда, чтобы ты понимал. Я в 9 часов утра должен был прийти с трудовой книжкой и дипломом либо в банк, либо в газету экономические известия, которая была только создана. Эта газета была тебе гибко. Я, короче, чтобы ты понимал, это абсолютно реальная история. И я бросал монету. Я реально проснулся утром, такой 8 утра встал. Хочи, газета. И пошел в газету работать. Не жалею до сих пор. Слушай, ну вот если спустя столько лет, сквозь призму опыта или да, ты как себя можешь оценить в качестве журналиста? Ты классный журналист. Ты добился всех журналистских высот, по твоему мнению? Ну, в печатной журналистике точно всех, которые могли быть. А в телеке я, по сути, журналистом и не был, если честно. Потому что я пришел сразу, меня позвали сразу продюсером создавать проект журналистских расследований. То есть я его делал, первый проект журналистских расследований в Украине, это «Гроши», собственно, на «Плюсах». Я его делал с Максимом Шеленко и Максимом Сухенко. А по поводу расследований, да, выбор был за продюсером, за шеф-редактором или выбор был за руководством телеканала. А что ты имеешь в виду? Ну, там, что расследовать, например. Смотри, я на моменте прихода в телек вообще не понимал, как он работает. Для меня это было абсолютная загадка. То есть я как аудитор пришел, говорю, смотрите, вы делаете вообще не то. То есть если вы хотите снять сюжет о том, как Вася убил Петю, сварил его в кипятке и съел, это не к нам. Да, вот нам нужно посчитать циферки с вами, подумать, кому это нужно, поискать офшорные компании, их владельцев. То есть я прививал журналистам программы «Гроши». Это была моя работа. Меня для этого, кстати, Александр Откаченко и позвал, по сути, чтобы я им привил ту часть работы, которая связана с анализом событий. Вот для меня это был вообще темный лес. Но я зато знал, что я могу прийти. Они приходили с планом сюжета. Я говорю, смотрите, сюда нужно сходить, вот сюда. Здесь нужно взять вот эти документы. Здесь сделать вот такой запрос. Здесь вот сюда обратиться, и все будет у вас работать. Ну, вот это была моя часть работы на телеке первичной, когда я туда попал. Я четыре года работал вот в таком режиме, а потом как бы, ну, так случилось, что мне предложили попробоваться ведущим. Я попробовался и стал ведущим программы «Гроши». То есть я был продюсером и ведущим. Не было такого типа, Сань, вот есть там 100 тысяч долларов, надо разъебать вот этого политика? Смотри, у нас никогда так не было. Потому что я вот, ну, вот вся история о том, что можно заработать на журналистике, вот, ну, в моем статусе, в моей позиции, я никогда не был главным редактором и шеф-редактором проекта. Я всегда был продюсером. В чем отличается продюсер? Нет, это была коллективная работа. Я концептуально отвечал за идеологию проектов, а наполнение всегда отвечали другие люди. И я никогда в эту историю не лез. Потому что, ну, каждый должен отвечать за свою работу. Да, вот ты как ведущий проекта сейчас на телеканале наш, это должен прекрасно понимать. То есть все равно редуктора определяют концепцию, по которой ты двигаешься. И руководство канала определяет концепцию проекта, который ты делаешь. Они заказчики, ты исполнитель данной ситуации. Ну, и поверь мне, вот если на телеканале типа 1 плюс 1, или Интер, или Украина, когда у тебя есть система перекрестной оценки, контроля, редактора, шеф-редактора, редакторские советы, ты что-то сможешь протянуть куда-то, но я буду тебе аплодировать. Я такой, который не под заказ. Одна из моих главных причин увольнения СНЮСВАНа была связана именно с несогласием редакционной политики. Поэтому, ну, как бы, такая история. Ты Баканов на днях заявил, кстати, ты сейчас вспомнил о социальных сетях российских. Надо ли продлевать запрет на три года? Ты это поддерживаешь? Российский интернет, он остался в прошлом. Кроме Телеграма, там ничего интересного нет. Ну, и Телеграма, и то не подпотребляя ни ФСБ никому, и потому он до сих пор популярен в Украине в том числе, является одним из главных источников новостной информации. У тебя же тоже Телеграм-канал в том числе есть. А вот ВКонтакте, андоклассники, что у них там еще есть? Это все отстойная история. Она может жить только потому... Она может жить только потому, когда, например, ты выходишь и говоришь, нас эти американцы, сволочи, угнетают, запрещают наши соцсети, поэтому вы сидите в наших, а вы их не сидите. Пользуйтесь говном советского автопрома, но не пользуйтесь немецкими машинами. Если у тебя есть выбор, ты никогда не будешь сидеть ВКонтакте против Фейсбука. Вот никогда, потому что это говносеть. Логика запрета в том, что товарищу Ивану Дегенерати Чубаканову нужно показывать эффективность своей работы. Ни хера больше он делать не способен. Он способен сохранять структуру, которая крышует бизнес, зарабатывает бабки, крышует контрабанду, наркобизнес, потоки кокаина. Это он может. Ну, потому что там делать ничего не надо, это надо не мешать. Слушай, а что-то вот, ну, как ты сказал, Геннадий как? Дегенер... Он не Геннадий, он Иван. Да-да, Иван как? Дегенератевич. Дегенератевич. А почему, что за отношение такое? Потому что все эти обыски на плюсах было просто тупой показухой, связанной с желанием показать работу и неумением что-то расследовать. Я извинений не получил. Считаю, что вот это моя сатисфакция. Я его называю Ван Дегенератевич, вот именно поэтому, за это. Слушай, можно я тебе эти вопросы, теперь я тебе позадаю? Слушай, ты же с Кривого Рога. Нет, я из Николаевской области. Там, где до сегодняшнего дня не было коронавируса. А кого ты знаешь из офиса президента? С кем ты общаешься? Лично? Да. Ну, я не могу сейчас сказать, с кем я лично общаюсь. С чего? Ну, такая история... Ну, хорошо, общаешься? А? Общаешься? Не, ну как общаешься? Я знаю Кирилла Тимошенко. Общаешься или не общаешься? Не, ну как общаюсь? Я могу написать в Фейсбуке, спросить то, что мне интересно. Так, хорошо. То есть, кроме Кирилла Тимошенко, ты кого-то знаешь? Сергея Трофимова. Окей. То есть, ты с ними общаешься? Ну, отлично. Ну, то есть, отлично. Супер, слушай, у тебя прекрасная знакомость. Как ты оцениваешь их работу в офисе президента? Неудовлетворительно, наверное. То есть, вот всех? И Тимошенко, и Ермака, и Трофимова? Ну, смотри, ну Ермака еще сложно оценивать, потому что очень много всего разного, которое... Слишком, слишком много. Слишком много разного. Согласен. Очень много разного, на самом деле. Я могу его оценивать, как в направлении России и переговор. Вот так я могу его оценивать. Потому что это единственное, что я видел. Ну, кроме пленок пленок, который опубликовал Лероз. А что по поводу пленок? Понимаешь, это тоже не касается личного Андрея Ермака. Это касается его брата. Ну, все. Поэтому здесь оценивать... Не съезжай. Давай так, не съезжай. Как ты это оцениваешь? Пленки? Да. Ну, за шквар. Так, хорошо. Перейдем за шквар. Уже оценка. А как с Трофимовым дела у тебя? Ты знаешь, я с ним просто знаком. Я с ним не был знаком до того, как он попал в офис президента. Как человек, он очень приятный на восприятие. Шаббат шалом, дорогие друзья. Да. Но у меня вода. Блин. Это ошибка. Трофимов... Трофимов отвечает за регионыш. Спасибо. Кто тебя там наливает, скажи? А пусть останет. Кто тебя наливает? Смотри, какая разница. О, видишь? У нас шабар. У нас шабар. Я понимаю. Так что, это как Трофимов? Трофимов очень приятный вообще не человек. А как успехи с назначением губернатора? Вот тут есть вопросы. Тоже за шквар. Мне очень не нравится история с Николаевским губернатором. Тоже за шквар. Ну, слушай, не по каждой области. Не по каждой. А по какой области успех? Я не знаю, что... Я тебя спрашиваю... Никакого подвоха нет. Депутат правящей коалиции. Спрашивать, отвечать на такие вопросы мне сложно, потому что я же в команде. Пока я нахожусь во фракции. А ты журналист со стороны, тем более. А ты со стороны. Я спрашиваю, за шквар по губернаторам или не за шквар? Я могу сказать точно за ту область, откуда я родом. Вот Николаевский точно за шквар. Были большие проблемы с Хариковской областью. А Одесса как? Ну, Одесса, конечно. За шквар. Ты понимаешь? За шквар. Хорошо. А Тимошенко как тебе, Кирилл? Как информационная политика? С Кириллом мы работали... Ну, как работали? Мы пересекались на проектах вообще до большой политики. Он же тоже выходец из информационного... Мы все, мы тоже пересекались, все нормально. За шквар или нет информационная политика? Я думаю, за шквар. Я думаю, надо... Ну, то есть, понимаешь, я не могу понять долю ответственности. Я не могу понять, как это работает с точки зрения, там, например, Кирилла Тимошенко, глава офиса президента и президент. То есть, это очень такая странная история. Потому что... А вот если везде за шквар, то как быть? За шквар за президентом, понимаешь? Не, а я считаю, что за Кирилла. А я считаю, что за Кирилла. Я считаю, что президент получается... Смотри, я считаю, что президент находится в заложниках у людей, которые так или иначе плохо выполняют свои обязанности. Вот что с ними делать? Что бы ты посоветовал? Журналист? Ну, потому что смотри, ты член команды, да? Ты пришел в команду помогать президенту выполнить его программу. Если ты говоришь, что за шквар, значит, ты не помогаешь. Что бы ты делал на месте президента с этими людьми? Ну, я бы попросил на выход, но я не могу сам раскусить эту историю, понимаешь? Я не могу раскусить историю взаимоотношений в офисе президента. Вот сколько бы я ни садился, мои знакомые, мои друзья, с которыми я общаюсь, и которые непосредственно близки, и бывают точно так же часто в офисе, как и ты, и твои коллеги, да, они мне говорят, вокруг прямая речь. Алло, слышишь меня? Да-да, я здесь. Вот я говорю, я общаюсь с друзьями, которые так же близки к офису президента, которые там часто бывают, вот как и ты, как твои коллеги, да, и я с ними просто по-человечески общаюсь, вот как с тобой сейчас. И они говорят, я цитирую, вокруг Владимира Александровича пидорасы. Они не говорят, кто именно. Вот просто, да, вот это какая-то глобальная такая история. Я говорю, так а что он понимает это? Ну, вероятно, понимает. Почему он ничего с этим не делает? У меня возникает вопрос. У людей, которые близки к президенту, возникает вопрос. Ответов нет. Ты понимаешь? Ну, то есть, или Владимир Александрович проверяет, прощупывает почву уже целый год, или что, или как это называется? Или, значит, кто-то... Посмотри, ну, мне кажется, вот, ну, вот, мое личное мнение по этому поводу, что сейчас проблемы президента создают его окружение. Кто конкретно решает президенту? Потому что это его команда, и, в конце концов, его позиция, которая формируется этими людьми, да, или отношение к этой позиции, которая формируется этими людьми. Но я точно так же, как и ты, недоволен тем, что происходит. То есть, я считаю, что есть ряд провалов в работе, которые приводят к тому, что партия выглядит плохо. И из-за этого плохо выглядит плохо президент. Потому что, когда, например, смотри, когда, например... А я не могу персонально выписать ответственность, там, на Тимошенко, на Шефире, на... Ну, смотри, Шефир помощник, на него ответственности выписывать не надо. Для меня есть история о том, что информационная политика – это Тимошенко. Кадровая политика, Трофимов. Я вот лично хожу к Трофимову и говорю, ребят, смотрите, вы назначили из 480 глав областных, вернее, районных администраций, 160, 320 человек работают не на нас. Они не представляют вертикаль президента, они являются осколками предыдущей власти. Как вы хотите управлять страной, если вы до сих пор не сформировали вертикаль? Это же не история о том, что ты ее не сформировал в течение месяца или, там, двух недель. Это история... Это история... Мы формируем. Вот я говорю, ребят, вы очень долго формируете, потому что, например, у нас в Киевской области, конкретно у меня в округе, назначен только один глава администрации, второй не назначен. То есть вместо второго главы района администрации выполняет человек Порошенко и Каноненко. И как при этом формировать штабы по борьбе с коронавирусом? Выстраивать взаимоотношения с местными элитами? Готовиться к выборам? Я не понимаю. И вот это вот непонимание, оно же вытекает на людей. Люди не видят вертикали власти. Потому что власть, она как бы в Киеве, но она и на местах. И на местах она намного сильнее. Это из-за непрофессионализма, неопытности, например, Трофимова, или из-за договорников с теми же элитами и аналитами? Тебе видней. В данной ситуации ты журналист, и, наверное, тебе стоит задавать эти вопросы чаще, активнее, интересоваться этими вопросами напрямую, если с этими людьми общаешься. Я как депутат хожу и говорю, ребят, назначьте, 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 назначьте. Толку пока ноль. Не знаю, что нужно делать еще, чтобы это произошло. Да, но молчание журналистов, почему я тебе этот вопрос задаю? Потому что молчание журналистов по этому поводу вызывает у меня удивление. Потому что, ну, знаете как, вот я понимаю критику власти, но она должна быть обязательно. Но должна же быть и понимание, что происходит, чему это происходит, и почему не происходит. Да, вот это бы хотелось с этим разобраться. Засчитано. Сейчас 1-0 в твою пользу. По поводу регионов, понимаешь, региональная повестка дня с точки зрения на национальное освещение новостей, она, конечно, интересна только в случае, когда в регионах происходит лютый пиздец. Когда, например, там, убили Катю Гондюк. Когда, там, ну, ты понял, да? Когда эта история, скажем так, войны к низке. Региональной к низку? С центром. С центром. Да, эта история остается больше в регионах, эта история остается больше интересна для конкретно, для Николаевской, для Херсонской области, для Харькова и так далее. Вот кто из моих зрителей и наших, которые сейчас смотрят, знает о том, что Кернес помирился с губернатором Харьковской области, с Алексеем. Понятно, что тут... Кому это? А был конфликт? Мы включили Кернеса в прямой эфир. Он просто отпидорасил. Да. Ну, у нас есть губернатор, который просто-напросто чистый тормоз. Он, понимаете, вот он говорит, я там попрошу там Фельдмана, сталкивает людей лбами. Вместо того, чтобы сейчас объединиться, заниматься, победить этот коронавирус, потому что мы поставили на кон свою репутацию. У нас есть репутация. А у этого губернатора вообще нет репутации. Он прячется за спину президента. Он просто Лешу отпирает. И через два дня они сидели, жали руку на брить. Смотри, вот я считаю так. В национальном масштабе это как бы, понимаешь, как это... Я тебе объясню. Вот для журналистики это, конечно, прикольная история, когда губернатор срется с мэром, мэр срется с губернатором, с депутатами, с губернаторами, с мэрами, да. Это все прекрасная история для картинки, но когда они договариваются, это и есть эффективность власти. Потому что нам же нужна не картинка в стране, а улучшение ситуации. Мы картинки уже наелись с тобой выше крыши. 100%. Вот когда происходит обратная история, когда мэры срутся с губернаторами, те с депутатами, депутаты с региональными элитами, те с местными главами администрации, при этом нет вертикали, которая выстроена офисом президента, у меня возникает вопрос, а как вы собираетесь выигрывать местные выборы? Потому что вы должны собирать вертикаль власти. Они будут. Они будут. Они будут осенью. Они будут. Никаких сейчас... Так и понятно. Нет, нет, нет. Смотри, они будут осенью. Это будут выборы 25 октября, как и было положено, 24. Но я не вижу вертикали власти, которая к этим выборам подготовит партию власти. И это для меня вызов. Потому что меня, например, предъявили отвечать за Херсонскую область и за Киевскую область. И не там, не там вертикаль власти нет. Параллельно вопросы идут сейчас онлайн, да? И ты говорил буквально там 10 минут назад о том, что нужно поменять глав РДА. И ты тоже... Не поменять, назначить. Назначить. Поменять – это уже другой вопрос. Назначить. Их не назначили. Их нет. А там просто пустует место. Смотри. Вот был, например, глава администрации Порошенко, назначенный при Порошенко президенте. Поменялась власть. Его уволили. Его первый зам. Или просто зам. Стал ИО. Зам, который говорит, я не хочу ничего подписывать. Это вообще не моя история. Я отвечал за... То есть действующих менять не нужно, а ИО нужно... Действующие – это назначено. Назначено 160, 480. 30 процентов. Остальные не назначены. Их нет. То есть нет вертикали власти президента на местах. И это, я считаю, ключевая проблема, которая сейчас назревает в Украине отсутствие проникновения системы власти в регионы. Потому что без этих глав администрации вы никакого коронавируса не преодолеете. Ничего не поборете. Это даже не про местные выборы речь. Это про то, что нужна организация, система запроса потребностей, контроля. Где-то, понятно, и ИО работают. Но без формирования системы власти – это пиздец. Вот это, о чем я говорю постоянно. История с Филатовым. Это история борьбы депутата Дубинского и мэра Днепра. Смотри, нет никакой истории борьбы депутата Дубинского с мэром Днепра. Ничего нет. Есть история ебанутого мэра Днепра, сошедшего с ума из-за ощущения абсолютной власти, безответственности и безнаказанности, который считает себя царем в региональном уровне. Который ведет себя так по сравнению ко всем. Просто никто ему в ответ ничего сказать не может. Он может написать в Фейсбуке о том, что вы там, строители, которые будут сверлить в будние дни, я вас лично буду находить и ебать. И я сижу, смотрю на него, думаю, по-моему, он охуел. Не, ну охуел однозначно. Я тебе о другом. Смотри, и я, наверное, единственный человек, который ему об этом говорит. Поэтому он так на это реагирует. Но для меня эта реакция его, вот по сути и есть, наверное, такая постановка его на место. Приведение в чувство. Человека, который потерял вообще связь с реальностью абсолютно. Смотри, вот эта история с собаками. Этот скрин, которого, ну, я не могу понять до сих пор. Как проверить, фейк это или не фейк? Смотри, я вот, я не знаю, я же не публиковал сам скрин. Я нашел посты в Фейсбуке. Вернее, мне люди прислали посты людей в Фейсбуке. Я взял просто пост человека в ФБ. И переопубликовал с этим скрином. Знаешь, что я думаю? Что, учитывая долбоебизм, я называю вещи своими именами Филатова, который рассказал о том, что мы будем рыть 800 могил, мы будем ловить каждого строителя, который что-то строит, будем всех наказывать. Я тут, блядь, я тебя найду лично. Вот эта вот планка, которая у него чуть упала, вот он границу потерял вообще. В какой-то момент к нему пришли его пиар-технологи, его или Корбана, который им управляет. И сказали, Вася, ты, блядь, не туда движешься. Давайте как-то выходить из ситуации. Потому что он стал мэром-гробовщиком, мэром-гробокопателем, мастером гробовых дел. Ну, то есть это плохая история для его имиджа. И мне кажется, что они в какой-то момент решили сделать прививку. Вкинуть такой фейк, типа сами его написали в своей стилистике, сделали пост, да, для того, чтобы потом его опровергнуть. Сказать, смотрите, и все остальное было фейки. Вот это мой взгляд на эту ситуацию. И все остальное было тоже фейки. Поэтому, знаешь, сгладить и обнулить то, что происходило. Но он настолько сошел с ума и настолько для людей ассоциируется с долбоебизмом, что все в это поверили. Абсолютно все. И даже после всех его заявлений о том, что это неправда, фейк, я не писал ни то, ни это, не привело к тому, что люди в этом разуверились. Потому что даже если это и была неправда, то 99% остальной хуйни, которую он написал, была же правдой. Соответственно, все думают, ну, то есть он на 99% долбоеб, а на один нет. Ну, ок. Ок. Да? И вот это привело к этой реакции. Абсолютно справедливо, я считаю. И вот там хотя у него там туча ботов, которые прибывают комментарии, пишут о том, что он классный, что-то сделал. Почитай мне Нижнепрям. Почему? Америке, Филат, или как они управляют городом? Ну, Днепропетровск, Днепр, вообще грязнючий город, но такое. Я был там пару раз. Киев тоже не отличается чистотой. Каждый город хорош по-своему. Просто когда мэр начинает сходить с ума, при всем моем неуважении к Личко, он себя так не позволяет вести. Он не позволяет себе писать в Фейсбуке, ты, блядь, конкретно ты, Вася, попробуй, закрой свой рот, ты прокурор, будешь без пропуска. То, что он там писал прокурорским работникам. Я твой пропуск конкретно отменяю, ты там такая-то, сякая. То есть, да ты шо, охуел, блядь? Ты чиновник, нанятый городом, для того, чтобы ты выполнял работу по его очищению, восстановлению и созданию инфраструктуры. Не твое, блядь, собачье дело кому-то отключать пропуска или включать их. Писать к тому, кому делать ремонт или отстреливать собак, или куда-то себе везти. Ты потерял связь с реальностью и оторвался от земли. И это видят все. Саш, как ты думаешь, почему закончилась история конфликта, потому что был абсолютно открытый публичный конфликт Филатова и Зеленского по поводу моста, вокруг моста. Он же был ремонтирован, но просто это ж пиздец был. Там же шли... Я не уверен, что он введен в эксплуатацию. Он, по-моему, до сих пор не ввели в эксплуатацию этот мост. Он не в эксплуатацию. Если что-то будет не так, Филатов пошел... Ну, ты понял, куда. Филатов на месте, плюс еще дерзко себя так ведет. Значит, это договоренность. Смотри, я объясню тебе с точки зрения политики. Это очень просто. Вот когда ты говоришь о том, что ты мэр Филатов, пойдешь нахуй, потому что ты не сделал мост, у тебя должна быть кандидатура, которая его победит. Потому что мы же понимаем, что Филатов лично не подписывал никакие документы, которые говорят о том, что мост плохой. Сделали какие-то подручные, какие-то дни про проекты, какие-то местные заместители, которых всегда можно обвинить, посадить в тюрьму, а мэр все равно скажет, а я же ни при чем. Это вот на местах, бояре плохие, цель хорошая. У нас сейчас популярная тема. И пойдет на выборы второй раз. Ты с выборового не собьешь. И на тот момент он мог их просто выиграть еще раз. И это привело бы просто к удару по рейтингу самого президента и его команды. Например, ты приходишь и говоришь, ты мэр говно, мы, значит, назначаем перевыборы, и он еще раз выигрывает. Но это плевок в лицо. Поэтому оценка социологии привела к стиханию темы, как я это вижу. Думаю, вот это результат. Сейчас ситуация другая. Но сейчас и услуги народа, позиции чуть другие. Поэтому тут нужен и кандидат сильный, и компания сильная. Но я считаю, что при этом Филатов больше никогда не будет мэром этого города. Просто никогда. Как ты думаешь, история с Максом Бужанским, который на местных пойдет в мэры, не про она реально? А он уже заявил об этом? Он нет, но ходит вокруг этого истории. Ну смотри, заявят, будем обсуждать. Я с Максом дружу просто, знаешь, комментировать его невысказанные желания или чьи-то инсинуации по поводу его похода или непохода, создавать ему или плохой, или хороший пиар. Или вызывать на него атаку, например, со стороны его противника. Да, смотри, я, если он это сделает и примет такое решение, буду его поддерживать двумя руками. Да, и сделаю все для того, чтобы он победил. Но он должен это решить сам. Его должна поддержать партия, он должен об этом заявить. Пока он об этом не заявил, и я не слышал о том, что он этого хочет или готов к этому. Поэтому, ну, бессмысленная история. Ты можешь с таким же успехом пойти мэром Николаева. У тебя же медийность есть, известность тоже. Желание сделать что-то лучше тоже. Или ты не веришь в Николаев? Ну, начни с этого. Слушай, ну, это такая история. Тут заговорили о том, что от зеленых Саакашвили намылился на мэра Одессы. Насколько это реально, как ты думаешь? Я слышал об этом. Я слышал об этом. Я слышал о том, что он собирается стать премьер-министром. Я поддержу и Саакашвили. Буду тебе откровенна. Будет смешно, если он назначит опять губернатором Одесской области. Но при этом смотри, Миша, знаешь так, свой хер с редькой уже съел при Пете. И понял, как быстро меняется настроение людей с хайпового захода во власть. Это касается, кстати, нашей власти тоже. Когда ты забегаешь на таком имидже, который ты здесь сформировал, или на ожиданиях людей, а потом обсыраешься, результат потом плохой. И вспомни, когда его увольняли с Одесской области, никто его нахуй не поддерживал. Он был уже никому неинтересен и не нужен, потому что он все просрал. Было такое? Было. Сейчас я считаю, что если он стал взрослее, умнее и опытнее, а это всегда опыт, он придет с другой программой, с другими целями, с другими задачами. При этом я в него верю как в харизматика и сильного лидера, как в человека, в который, если захочет пойти в конфигурацию, когда он будет что-то делать для города, он это сделает. Таких людей мало. Поэтому я его абсолютно поддержу вот в этом начинании, если он пойдет на мой радиус. Я понял. Какие у тебя отношения, я хотел спросить, с руководящими должностями в партии, во фракции, в офисе президента? Вот это уже мой. Прямо. У меня, смотри, Арахамия, ну, Арахамия, Арахамия, да, смешной для меня забавный персонаж, который пытается управлять фракцией, которого после ухода Андрея Богдана с поста главы офиса президента слушают все меньше и прислушиваются к нему все меньше. Ну, парень пытается. Я всегда говорю о том, что, например, я не буду голосовать за его, если будет фракция, о том, чтобы его поменять, я не буду за это голосовать. Он наладил какую-то коммуникацию с людьми, его все знают, он всем понятен. Как он работает, он так и работает, да, но лучше так, чем никак. И я, честно тебе сказать, человека, который бы его сейчас заменил и устраивал бы всех и был бы вот в такой легкой коммуникации со всеми, я не вижу. Даже так? Да. Ну, ты, Коля Тищенко, представляешь себе главой фракции? Он ее будет нахуй постоянно минировать. Кстати. Кстати, ты знаешь, что это правда? Это правда? Это да, это абсолютная правда. Я просто для... Помощник Николая Тищенко, я расскажу. Помощник Николая Тищенко, который нашей партии выдвинут на начальника штаба по городу Киева на выборы «Слуги народа», заминировал Александровскую больницу. Есть экспертиза, смотри, есть экспертиза МВД, я пообщался с своими там знакомыми приятелями, они это все подтверждают. Это не голосовное утверждение. Да, но у меня просто вопрос, я об этом завтра буду говорить уже, ну там завтра, понедельник, что если человек, который вызывает начальнику штаба, является, и подтвердится история о том, что его помощники минируют Александровскую больницу, где лежат, а знаете, какой корпус они заминировали? Кардиологию. Это ж не, извините, не стоматология. Это люди, которые реально с проблемами лежат в них сердце. Это срок. Тебе говорят, нас заминировали и умер. Это срок для обычного человека. Когда это помощник депутата... Я не про срок вообще говорю. Мне вообще похуй, посадят его или нет. Я говорю о том, что если ты набираешь помощники долбоебов, то, наверное, тебе не стоит идти на мырскую должность, потому что я с трудом представляю, кого ты приведешь в команду по управлению города Киева. Если твои помощники даже в голове себе могут придумать историю о том, чтобы заминировать корпус кардиологии, чтобы людей, которые находятся в пограничном состоянии или с риском для своей жизни, выставили на улицу, пока будут обыскивать корпус со служебными собаками. Это маразм и идиотизм, за который нужно отвечать политически. Я политическая ответственность. Но ты знаешь, с другой стороны, киевляне такие странные люди, что они все равно или притулу выберут, или кличка, или... Блядь... Шаббат шалом. Ну, с тобой уже, у меня звон. Ну, нам положено. В субботу. Осталось чуть-чуть огненной воды. Да-да-да. Ты спросил про очищение по фракции. Я тебе про Корниенко скажу. Я считаю, что Корниенко, Саша, это... Вот... Он хороший лидер партии. Он идиолог. Он понимает, как работает система выборов. И он на своем месте. При этом он не лезет в Решалово, договорники, какие-то расставления своих людей, на какие-то позиции. Ну, вот он занимается идеологией и построением структуры. Это то, что нужно от лидера партии. Он, собственно, и является таковым на сегодня. К нему вопросов никаких нет. А офис президента? Смотри, у меня двоя ощущения. Твой вопрос, я понял, как ты относишься к перечисленным фамилиям заместителям главы. А вот вообще, ну, ты же, у тебя тоже там постоянные встречи, у тебя там постоянные дискуссии. Вот я уверен, на путь 7 минут и закончил. Кто-то из офиса президента. Никто не сидит здесь. Ты что, мы не зовемся до них к офис президента, у нас приличная компания. К офис президента. Чтобы они что-то украли? Я не понимаю. Ну вот смотри, ты оппозиционно настроен к... А я не слышу, сейчас, секундочку. Мне подсказывают, что нужно возвращать профессионала во власть. Но эфир с партией региона у тебя будет чуть позже. Не, еще не планируется. Пора, пора, пора. Пообщался бы с Януковичем, но это такое. Давай перейдем к вопросам. У нас реально 5 минут осталось. Да, смотри, у тебя дохерища во-первых, денег, во-вторых, я бы не сказал. Я считаю себя обеспеченным человеком, да, я считаю себя обеспеченным человеком, и я этому абсолютно рад, потому что работать депутатом, не имея запаса денег в кармане, это пиздец. Потому что ты, я, например, не заработал ни копейки на никакой левой схеме. Человек, которого я попросил деньги за что-то, или за какую-то услугу оказал ему за деньги, пожалуйста, пишите в комментариях, обращайтесь к Максу, выходите в прямой эфир с ним. Ну, этого нет. Я на этом не зарабатываю. Я же не собирался. Я такое хотел спросить, я же не бигус, я же не буду... Не, смотри, мне похуй на бигуса абсолютно, да, я не об этом. Я говорю о том, что, вот я считаю, что в депутаты есть что-то за спиной. К сожалению, большинство людей в украинской партии «Слуга народа» гладранцы. И это проблема. Почему? Потому что, смотри, тебе это было очень легко управлять, когда ты гладранец. К сожалению. Правда, что партийные билеты и мандаты в «Слуги народа» продавали от 300 тысяч долларов? Смотри, с меня никто ничего не бросил. Уверен, что в 99% случаев это неправда. Потому что, я смотрю на этих людей, которые сидят в Раде, хуй бы они кому-то заплатили 500 тысяч долларов. Ну, у них их реально нет. Ну да, это невозможно. Ну, а можно допустить, что тот, кто хотел? Нет, смотри, нельзя. Нельзя, смотри, нельзя, потому что в 80% случаев они бы выбрали людей профессиональные, назовем это так. Я помню. Ну, смотри, если бы я, например, тебя решил отправить в парламент. Вот я богатый, да, а ты в парламент идешь. И за тебя заплатил, то есть я бы выбрал там умного адвоката, толкового юриста, хорошего бизнеса, профессионального схемщика, да, ну вот, ну какого-то такого толкового человека, чтобы не было пульса. ты можешь, смотри, проведи в своем телеграмм после нашего эфира голосование. Принесла ли вам пользу фракция «Слуга народа»? Ты получишь ответ. Я вообще по поводу тебя, когда начинал вопрос, вот эти вот квартиры, машины, нахуя, я хотел спросить, зачем тебе так? Смотри, я жил как работник телевидения, как продюсер. Не могу сказать телезвезда, но около того. Ну, ну так что нужно тебя ограничивать, объясни мне. 24 квартиры, нахера? Это не мои. Ну, правда, блядь, не мои. Куда я знаю, нахера, если не мои? Ну, ну сколько у тебя квартир? У меня лично? Да. Одна. Я в ней живу. Смотри, я развелся с женой. Часть имущества отошла к ней. Да, там, часть имущества нашего семейного оформлена на родителей. У меня лично одна квартира. Да, я люблю машины, я покупаю машину на рода старая. Просто, знаешь, вот этот вот долбейбизм Бигуса, который про Мазерати, сука, услышал слово Мазерати и побежал. Мазерати. Мазерати это стоит 18 тысяч долларов. При всем уважении. Сумма большая, понимаю. Можно купить целую новую Деу Нубиру, или как она там сейчас называется. Да, но это 18 тысяч долларов. А у меня есть машины 83-го года, 81-го года, 84-го, 90-го, которые куплены в руинах абсолютных. Ржавые, уничтоженные, редкие машины, которые восстанавливались годами. Человек должен за них отчитываться. Они покупались по тысяче, три тысячи долларов. Вкладывались какие-то деньги в их восстановление. Покупались доноры. Ну, то есть, это старые машины. У меня новых машин пять. Они все оформлены на меня. Я на них на всех езжу. Их не скрываю. Это потому, что ты любишь. Мне нравится. Ну, смотри, мне нравится. Ну, кому-то нравится любовница. Кому-то нравится наркотик. Кому-то алкоголь. Мне машины, считаю, это вполне нормальным увлечением. Здорового, взрослого мужчины. Я хотел спросить, не считаешь ли ты? У тебя машина есть? Да. Какая? Две. Не буду говорить. Зачем? Зачем? Говори. Ну, ты же меня спрашиваешь. Говори, какая. Смотри, две машины записаны на меня. Хорошо. Какие? Одна Mitsubishi. Какая? Outlander. Порт. Так. А вторая Smart, на котором куролесит жена. Так. Вот. Ну, ты тоже по меркам рядового украинца слегка охуел. Чего это? Две машины. Спроси своих подписчиков, у кого есть две машины. У некоторых людей вообще ни одной нет. Они не в рублях съездят. То есть, ты для большинства, смотри, ты для большинства украинцев тоже охуел. Давай начнем с этого. Он уже учился. Смотри, будь осторожен с этим, кто наше учился. Я, блядь, продам. Про тебя Бигус тоже снимет. Когда тебя возьмут депутаты, тебя рано или поздно возьмут. Я все куплю и продам до депутатов. Да, да, да. Я тоже так думал. Слышь, я что хотел спросить напоследок. Ты не считаешь ярко-желтый, ой, ярко-зеленый, едкий цвет Гелендвагена безвкусицей? Нет, он охуенен. Он просто охуенен. Знаешь почему? Потому что, смотри, есть Гелик, ну, Гелендваген называется Гелик, а зеленый называется Зелик. Зелик? Предлагаю на этом закончить. раз Зелик, ты еще с Зеленским? Да, поэтому Зелик. Смотри, потом, может быть, станет опять черным. Пока будет Зеленым. Удачи! Круто провести. Спасибо тебе. Мне тоже понравилось. Давай, счастливо. Пока.